Всем привет! Это канал Parfum4Man, меня зовут Алексей. В этом ролике мы будем, как обычно, говорить о парфюмерии. На этом канале мы про парфюмерию и говорим. И в этом ролике я вам покажу аромат, который меня в себя прям влюбил. У меня есть достаточно большое количество таких парфюмерных любимчиков, но так случилось, что вот с этим ароматом у меня знакомство все никак не состоялось, никак не могло состояться, так будет правильнее по-русски сказать. Однако, благодаря моим друзьям, которые знали о том, что я очень сильно хочу попробовать этот аромат, у меня появился вот такой вот флакон. Это флакон, вы наверняка уже узнали этот форм-фактор, это марка Arabesque Parfums, марка арабская. Но если вдруг вы так скептически относитесь к арабской парфюмерии, знайте, что арабская парфюмерия, она же тоже бывает совершенно разная. Бывает то, что там Амуаж, это же тоже арабы, это тоже объединенные Арабские Эмираты, и это великий Амуаж. А есть арабские марки, которые совсем недорогие парфюмы делают, у которых в линейке целая куча парфюмов. Это немного другая. Вот я это так разделяю. Простите меня за этот снобизм, если вдруг вы в моих словах его углядели. Так вот, что касается марки Arabesque Parfum, на мой взгляд, это более такой высокий ценовой сегмент, более качественный сегмент. Это касается и сборки аромата, это и касается оформления, это вообще касается всего. То есть для меня вот эта арабская парфюмерия, она находится где-то вот ближе к вершине того, что делается в Объединенных Арабских Эмиратах. Такое было вступление. Аромат называется Coil или Cochile. Я не знаю, читается буква H в середине этого слова или не читается. И об этом аромате я очень-очень долго мечтал. И сейчас буду с большим удовольствием вам про него рассказывать. Усаживайтесь поудобнее, давайте начнем. Подпишитесь на канал, если не подписаны на него до сих пор. Подпишитесь на мой Телеграм-канал, где контент практически не пересекается с тем, что происходит здесь на Ютьюбе. Я оставлю также ссылку на свою телегу Парк Барахолку. В общем, все полезные ссылки ищите в описании и в первом закрепленном сообщении. У меня от бренда Арабеск Парфюм есть, ребята, три аромата. Первым у меня появился аромат Гекко. Он у меня появился на волне такого хайпа вокруг Ганимеда. И этот аромат, он действительно в направлении ганимедовском. Я сейчас коротенечко про него скажу. Если вдруг вам ганимед вообще никак не зашел, то в любом случае при возможности попробуйте этот аромат. Вдруг вам в ганимеде там что-то мешало, по возможности затестите этот аромат, потому что у моей дорогой сестры Ольги есть подруга Лена. И я этой Лене отливал 5 мл. Тут видно, что флакон не полный. Это не я все израсходовал. Это я его отливал, делился. Отливал этот аромат. Ей не понравился ганимед, но вот от этого она была в восторге. И в итоге себе купила полноразмерный флакон вот этого Гекко. Так, просто к сведению. Есть у меня также аромат, который называется Бакара. Вот от Бакары, я вам честно скажу, я не в восторге. Не мой аромат, не мое звучание. Он приятный. Он приятный. Но мне почему-то он после того, тут такой ревень заметный, такая нота ревеневая, очень заметная и красивая. Но по мере раскрытия, мне почему-то этот аромат начинает напоминать Диор Саваж. Тот, что с Джонни Деппом. Ну, чтобы вы не потлили с классическим Саважем. Вот. Не моя немного история, как принято говорить. Но аромат хороший, мужской аромат. И я уверен, что он может быть очень комплиментарным. Но, ребята, я очень долго мечтал о Кохеле, Ли Коэле. Напишите в комментариях, научите меня, я больше эту ошибку делать не буду, если я ее совершаю. Я очень долго мечтал об этом аромате, потому что про этот аромат много восторженных отзывов. Про этот аромат... Ребят, я сейчас сижу немного простывший, но даже сквозь вот эту свою простуду я прям ощущаю, ну, насколько он классный. Ну, прям он очень хороший. Ну, он прям очень хороший. Отзывы восторженные такие. Этот аромат пахнет мягкой кожей. Очень-очень-очень большое количество людей пишет о том, что в звучании этого аромата они ощущают гранат. Гранат. С гранатовыми зернами. Я, честно вам скажу, я здесь граната не чувствую. Но я его хотел здесь услышать, но я его не чувствую. Я очень долго мечтал об этом аромате, но все никак судьба не складывалась так, чтобы я его купил. Но у меня есть прекрасные друзья, которые мне прислали вот этот флакон. Он слегка обделен красотами в виде вот таких вот ленточек. Ленточек на нем нет. И флакон они мне прислали от Половинины. Но, ребята, за ту красоту, которая находится внутри этого флакона, я готов простить отсутствие ленточек. Я даже был бы готов простить отсутствие крышки. О, какая она тяжелая. Отсутствие крышки. Но у меня крышка есть. Это невероятная красота. И это один из тех ароматов, с которыми должны знакомиться обязательно те, кто любит кожаные ароматы. И в особенности с этим ароматом должны познакомиться те, кто не любит кожаные ароматы. Потому что... Я объясню чуть позже почему. Но я настаиваю на том, что это один из самых красивых кожаных ароматов. Я сейчас, конечно же, выбираю из тех, которые я пробовал. Но вот из тех кожаных ароматов, которые я пробовал, это один из самых красивых кожаных ароматов. Сейчас я предлагаю посмотреть пирамиду. А потом я вам расскажу, как я его слышу. Вот что касается, кстати, рейтинга на фрагрантике 4,13. Проголосовало всего 204 человека. И может быть, слава богу, что про этот аромат знает не так много людей. Вы будете в нем более индивидуально выглядеть. А это прям красота. Верхние ноты. Карамель, танжерин, мята. Средние ноты. Кожа, ваниль, роза. Базовые ноты. Специи. Серая амбра, белый мускус и корица. Ребята, многие говорят о том, что один из самых выдающихся кожаных ароматов это Том Форд Таскан Леза. Тасканская кожа. И когда человек, не знающий, как пахнет Тасканская кожа, но читающий восторженные отзывы и думает о том, что он сейчас закажет этот кожаный аромат и будет прям на седьмом небе от счастья, покупает его, не дай бог, вслепую, то я знаю такие случаи. Люди сталкивались с тем, что они купили Том Форд Таскан Леза, а вдыхая этот аромат, услышали что-то такое грубое. Прям кожу такую шершавую, кожу такую серьезную, кожу такую густую. И вот к этому звучанию те, кто читал восторженные отзывы, были не готовы и испытали некоторое такое разочарование. Я таких людей знаю. Есть огромная армия поклонников у аромата Видиан Лондон, где кожа звучит мягче, чем у тасканской кожи. Она с таким оттенком малиновым. Вот, красивый аромат. Но опять же, к этому звучанию нужно быть не то, чтобы готовым, а нужно его принять. Очень красивая еще кожа есть у, опять же, Тома Форда Амбра Леза. Я прям очень люблю этот аромат. Он прям пахнет действительно такой красивой кожей. Немного с оттенком розы, немного, опять же, с оттенком таким малиновым. Но это прям такой красивый кожаный аромат. Очень красивый. Но есть люди, которые, попробовав вот эти три аромата, о которых я упомянул, ни в одном из них не нашли вот тех самых прелестей, о которых описывают комментаторы, поклонники вот этих самых ароматов. Ребята, вам нужно обязательно попробовать вот этот аромат. Я здесь не чувствую мяты, честно вам скажу. Я не чувствую здесь как-то ярко выраженной ванили, розы, серой амбры, белого мускуса. Он настолько красиво собран, что делить его на ноты получается с большим трудом. И если не смотреть в пирамиду, то это становится делать еще сложнее. Это красивейшая кожа. Это нежнейшая кожа. Это мягкая кожа. Это окутывающая вас кожа. И это кожаный аромат безо всякого намека на грубость. Он очень мягкий, он очень уютный. Здесь самая главная нота, это безусловно нота кожи. Я здесь не чувствую вот этого самого сочного граната. Не чувствую, не могу почувствовать. Но здесь вместе с этой кожей я ощущаю какие-то такие листные ягоды, из которых сварили джем. Вот какие-то такие моменты здесь мне чувствуются. Из лесных ягод сварили густой джем с минимальным добавлением сахара. И вот эти ягоды здесь в таком переваренном состоянии поверх этой кожи мне чувствуются. А еще в этом аромате мне чувствуется какая-то лактонность, какая-то такая сливочность. Возможно, ее дает карамель. Но вот явную карамель я здесь не ощущаю. И вот эти три момента для меня основные. Мягкая-мягкая, уютная-уютная кожа. Вот этот самый джем из лесных ягод очень приятный. И легкая такая молочность, я бы даже сказал сливочность, которую, возможно, дает карамель. Ребята, ну как же это красиво. Это очень красиво вдыхать вот даже просто с флакона. Это очень красиво улавливать в шлейфе от самого себя. Я в этом аромате иногда гуляю и летом. Прям даже в жару я его на себя наношу. Прям микропшип куда-нибудь вот сюда. И на солнце он разогревается. Тело разогревается на солнце еще больше. И когда ты улавливаешь вот эти вот мягкие-мягкие кожаные моменты с такими вот оттенками, о которых я только что рассказал. Но это прям потрясающе. Это прям очень красиво. Это один из самых красивых кожаных ароматов, которые я знаю. Я прям настаиваю на том, чтобы вы его попробовали. Вот лучше вы меня поругаете за то, что я его перехвалил, чем вы его не попробуете. Вот попробуйте. И если вдруг вам он не понравится так, как мне, вы лучше скажите, нет, ты его перехвалил. Но зато есть очень большая вероятность того, что вы для себя откроете красивый кожаный аромат. И я повторю, что этот аромат обязательно оценят те, кто любит кожаные ароматы. И к нему обязательно должны подойти те, кто не любит кожаные ароматы, потому что когда-то обожглись на кожаных ароматах, где нота кожи звучала достаточно грубо. Вот здесь ничего подобного не произойдет. Очень крутая вещь, прям очень крутая вещь. И познакомьтесь с ней обязательно. Отдельное большое спасибо моим друзьям. Я жду от вас полноценный флакон с красивыми кисточками. Шучу, шучу, ребят. Огромное спасибо вам вот за этот подарок. Пусть здесь полфлакона, но это такая красота. И я прямо очень рад. Я очень рад, что мои ожидания оправдались, что не произошло вот этого растиражированного в интернете мема, когда ожидание реальности и ожидание там что-то невероятное, а реальность вот такая. У меня даже реальность легко превзошла ожидания. Пробуйте обязательно. Arabesque Parfums. Coil называется этот аромат. Спасибо большое, что вы посмотрели этот ролик. Увидимся на канале. Будьте здоровы и счастливы. Пока.